Вот в этом доме за моей спиной живет замечательный человек Серафим Васильевич Жумылев. Он старейший пограничник Тамбовской области. Сегодня ему исполняется 95 лет. И сейчас мы идем к нему в гости, чтобы поздравить его с этим замечательным юбилеем. Бодрый и веселый человек в возрасте, который всегда умеет пошутить, станет душой любой компании и совсем не выглядит на 95 лет. Серафим Васильевич ушел на фронт. В далеком 45-м едва ему исполнилось 17 лет. Попал на войну с Японией в подразделение правительственной связи. Передавал по проводам данные от разведки на передовую. А мы еще пацаны, старики нас берегли. Берегли старики нас. Вот так вот. Война, но есть война. Войну прошел. Орден так же не дают на фронте. Нет, его надо заработать. Вот заработал. О войне говорит скупо, зато с удовольствием рассказывает, как сложилась жизнь в мирное время. Его подразделение отправили сначала под Брест, а затем распределили в Грузию, в Батуми. Там он несколько лет прослужил на границе с Турцией, где стал кинологом. Отобрали обратно и сказали, поедешь учиться в школу служебного русского самководства, где готовят специалистов для охраны государственной границы. Окончил школу, присвоили звание. Ваши сержанты, он начальник, командир. Кобелю говорю, теперь ты меня будешь слушаться, если мы с тобой пойдем на границе, будем плохо работать, потеряем голову. После армии Серафим Васильевич вернулся в родной Тамбов, где женился и живет до сих пор в окружении детей, внуков и правнуков. Семья Жмылевых по мужской линии вся военная. Я военный пенсионер, 32 года отдал вооруженным силам Российской Федерации. Мой сын Стас сейчас является курсантом Костромского военного училища, вот, на втором курсе. И мы все военные. Дед, дай Бог ему здоровья, нас учил и учит. Родину нужно защищать. Здравствуйте, товарищи пограничники. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Спасибо. Здоровья, благополучия. Спасибо. Тамбовские пограничники, а также представители регионального отделения ДСААФ и движения «Боевое братство» от души поздравили юбиляра и вручили ему подарки. Для молодого поколения он пример для подражания, живой свидетель войны, в которой решалась судьба нашей страны. Ценить и беречь таких людей – задача каждого из нас. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok